Сегодня Саровский приемник для животных может принять до 70 временных постояльцев. И если вам кажется, что туда попадают только бродящие бездомные коты и собаки, вы ошибаетесь. Место находится и для донских сфинксов, и для шотландских веслоухих кошек, и для представителей бенгальской породы. Самая частая причина отказа от питомца – аллергия на шерсть животного. Но бывает и по-другому. А у этого рыжика, пятимесячного котенка и соседки у нее примерно одинаковая история. Хозяйки отказались от них просто по причине того, что они не ходили в лоток. Сотрудники приемника сделали все и буквально-таки за 4 недели приучили и ту, и другую ходить так, как надо. И теперь эти создания ждут хозяев. Как говорят сами сотрудники приемника, люди заблуждаются, когда считают, что приемник равняется приюту для животных. Очень часто незадачливым хозяевам сначала объясняют и показывают, как воспитывать домашнего питомца, как за ним ухаживать и стараются убедить отказаться от желания расстаться с четвероногим другом. Для всех животных, которые попадают так или иначе в приемник, к сожалению, существует только один путь. И это путь на усыпление. И только благодаря волонтерам и добрым людям некоторым из них удается обрести второй шанс. Обрести новую семью, где его будут любить. Бывает и так, что животных в приемник несут только потому, что не знают, куда деть найденное несчастное животное. И процесс этот не останавливается ни на один день. На вопрос, что чаще случается, приносят животных или забирают в новый дом, признаются, чаще, конечно же, приносят. Пока мы записывали сюжет, добрые люди привнесли еще одного маленького котенка. Кстати, сделали все правильно, потому что перед тем, как принести его в приемник, они увеличили ему шансы на выживаемость. Они его сводили к ветеринару, обработали его от всяких вредных существ на коже. И теперь этот котенок тоже будет обретать новую семью. У временных постояльцев приемника для животных нет кличек. И причин тому несколько. Во-первых, имя животному должен дать новый хозяин. Это его привилегия. А во-вторых, так легче отдавать питомца, к которому привязываешься. Но между собой то и дело называют своих подопечных партизанами, угрюмыми, рыжиками и вирусами. Ну а самое главное правило сотрудников приемника для животных звучит так. Те, кого они взяли под свою ответственность, обязательно находят себе новую семью. И если вы задумались о том, чтобы завести дома животное, сходите в приемник. Тут всегда есть тот, кто ищет новый дом. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.